Всем ребят привет! Сегодня я вам расскажу и покажу об очень интересной монете. Перед вами погодовка регулярного выпуска из серебра. Монеты страны Совета 1921-1931 года. Многие подумают, что в ней особенного. Низкая проба серебра и стоимость каталоги не впечатляет. Так что кто так думает, ошибается. И в этом видео обзоре разберем все подробно. Поехали! Монета РСФСР. 20 копеек 1921 года. После Октябрьской революции стране срочно требовалась денежная реформа. Ее проведение постоянно откладывалось из-за нестабильной внешней и внутренней ситуации. В это время в денежной системе царит настоящий хаос. Монеты из драгоценных металлов изымаются из оборота населением. А новые деньги выпускают только в бумажном виде. Бумажные деньги царского времени ходили параллельно с новыми деньгами временного правительства. И все они стремительно обесценивались. Население быстро теряло доверие. Убили этому госбанка. Царские золотые и серебряные монеты наоборот высоко ценились. И стало составляющей большого количества кладов. Вот почему в нынешнее время находит большое количество кладов того времени. Итак, начнем. В осуществлении ленинского замысла стабилизации рубля первым советским монетам принадлежала важная роль, далеко выходившая за рамки чисто экономического начинания. Представлена погодовка монет из серебра. Монета номиналом 20 копеек 1921 года входит в число первых монет советского периода. Отчеканена на вновь возобновившим свою работу после Октябрьской революции Петроградский монетный двор. Тираж этой монеты составляет всего 7 миллионов штук. Отсюда спрос и высокая цена за нее. Дизайн и разменные характеристики идентичны 20 копеек времен Николая II. Обусловлено это тем, что оборудование для чекана использовалось старое, императорское. Нового у молодой страны советов просто не было в наличии. А мелочи для размена требовалось выпустить многое. И немедленно. Поэтому разменные высовые параметры в 20 копеек 1921 года с гербом РСФСР остался дореволюционным. Диаметр у них 21,8 миллиметра. Вес 3,6 грамма. Толщина 1,5 миллиметра. Гурт рубчатый. При этом в оформлении аверса и реверса у них в целом поменялась лишь символика государства. Украшенная гербом и девизом советского государства, новая монета ни в чем не уступала дореволюционной и в глазах многомиллионного крестьянского населения страны была наиболее реальным и весомым доказательством окончательного преодоления многолетнего расстройства денежного обращения. Монета номиналом 20 копеек 1921 года выполнена из серебра 500 пробы. В отличие от монет номиналом 10 и 15 копеек, изготовленных пополам с медью. Стоимость таких монет зависит от состояния и разновидности. На аукционе за 20 копеек 1921 года, рядовая, коллекционер готов отдать до 2500 рублей. Встречаются и более дорогие варианты этой разновидности. Штемпельные разновидности, рассматриваемые 20 копеек, образованы двух вариантов. Сравнительное изображение для определения разновидности 20 копеек 1921 года. На штампе 1 солнечный луч над бойком молоты и ости колосев над щитом более короткие, чем на штампе 2. Стоимость монеты штампа 1 3,5 тысячи рублей, а штамп 2 уже 4 тысячи рублей. Все эти цены указаны для монет, находящихся в обращении. Цена за монету идеального состояния может достигать 10-20 тысяч рублей. Также встречается брак монет. Это инкузный брак, зеркальное отражение аверса. Яркими необычными дефектами на монетах интересует многих коллекционеров. Браковые экземпляры отличаются редкостью и зачастую стоят немалых денег. На фото ниже предоставляю один из таких браков. Инкузный. Часто его еще называют злепухой. Так как образуется этот дефект в результате застревания монеты в штемпеле. И повторно на ее ударе о следующую. В итоге, с одной стороны, на прилипшем экземпляре формируются стандартные изображения. А с другой, негативно от него. Стоимость таких монет может достигать десятки тысяч рублей. Все зависит от сохраны монеты и, конечно же, спроса. Пожалуй, об этом монете и закончим. Перейдем к менее интересным экземпляру. Это 20 копеек 1922 года. Серебряные 20 копеек чекана 1922 года известны в двух вариантах. По аверсу. Экземпляры одного оцениваются в 200 рублей, а другого в 600. От чеканина 20 копеечных монет РСФСР с датой 1922 года было порядка 14-15 миллионов экземпляров. Разновидности 20 копеек, у которых на оборотной стороне 1922 года, различаются по рисунку аверсу. Общие разновидности такие же, как монеты 1921 года, но цена куда ниже. Перейдем к монете 20 копеек 1923 года. От чеканина в 1923 году на Петроградском монетном дворе 20 копеек относится к первым советским монетам периода 1921-1923 года. Восстанавливающая после гражданской войны стране шла подготовка к проведению денежной реформы 1924 года. Разменная монета требовалась в огромном количестве. Коллекционерам известно от трех штемпельных разновидностей. 20 копеек чеканки 1923 года. Различия штампа 1 и 2 можно по длине расположения над щитом остей и лучей над бойком молота. Оценивается уже в 4000 рублей. Штемпель 3 отличается от штемпеля 1 и 2 буквами С, загнутыми внутрь концами, и буква Ф с более длинной верхушкой. Стоимость этих двух вариантом составляет 120 рублей. Советское правительство в ходе денежной реформы создало монетную систему первого в мире государства рабочих и крестьян. Она была построена по традиционному русскому десятичному принципу, самому передовому и современному. Следующая в погодовке 20 копеек 1924 года. Чеканец уже символ Советского Союза. Серебро. Пятьсотые пробы. Лицевая сторона штемпель 1 буквы СССР, вытянутые. Буква И с душком. Гурт рубчатый. Цена составляет 120 рублей. Следующая разновидность штемпель 1 буквы СССР, вытянутые. Буква И без душка. Стоимость уже 8000 рублей. Следующая разновидность. Лицевая сторона штемпеля. Одной копейки 1924 года. Буква СССР круглые. И цена достигает 85 тысяч рублей. Отмечая роль и значение денежной реформы, Владимир Ильич Ленин говорил на 4-м конгрессе Коминтерна в 1922 году. Что действительно важно. Это вопрос о стабилизации рубля. 20 копеек 1925 года. Лицевая сторона штемпель 1 буквы СССР, вытянутые. Буква И с душком. Гурт рубчатый. Цена 120 рублей. Следующая разновидность. Лицевая сторона штемпеля 1. Буква СССР вытянутые. Буква И без душки. Стоимость 25 тысяч рублей. Следующая разновидность. Лицевая сторона штемпеля 1 копейки 1925 года. Буква СССР круглые. Солнце без венчика. Составляет 150 тысяч рублей. Следующая разновидность. Это лицевая сторона штемпеля 1 копейки 1925 года. Буква СССР круглые. Солнце с венчиком. Цена также 150 тысяч рублей. Для успешного проведения денежной реформы была необходима огромная масса монет. И задача коллектива Монетного Двора состояла не только в том, чтобы выполнить план выпуска монет. Необходимо было наращивать темпы производства. Переходим к монете 20 копеек 1927 года. Вы спросите, ты пропустил 26? Нет. В 26-м эта монета не чеканилась. 20 копеек продолжали чеканить в серебре 500-й пробы. Штемпелями образца 1924 года. С гербом СССР. От чеканина их было более 50 миллионов штук. Поэтому из-за своей часто встречаемости и оценятся они сегодня относительно недорого. 180 рублей. 20 копеек 1927 года разновидности не имеет. Одновременно с восстановительными работами на Монетном Дворе начинается совершенствование технологических процессов. Следующий год 1928. А чеканина в 1928-м 20 копеек известна в двух вариантах. Большая часть их является тиражными монетами. А совсем малая это перепутка с аверсом от 3 копеек образца 1926 года. 20 копеечные с родной гербовой стороны оценятся в каталоге в 140 рублей. А с 3 копеечной стоит уже 10 тысяч рублей. Главное различие между 20 копеечным штемпелем варианта и 3 копеечным это разные начертания букв в аббревиатуре с СССР. На штампах для 20 копеек они вытянуты в высоту. А на тех, что предназначалось для 3 копеек, округлые. Монетный двор – одно из старейших предприятий нашей страны. Всем своим режимом и организацией производства, атмосферой высокой требовательности и высокого доверия, умением дорожить рабочей честью, он порождал верность и привязанность к себе. Здесь всегда были характерны рабочие династии. Работать на Монетный двор приходили обычно навсегда. Не случайно постановление 1921 года, подписанное Владимиром Ильичом Лениным, настаивало на собирании старых кадров. Следующий год 20 копеек 1929 года. Цена их на мизматическом каталоге колеблется в районе 140 рублей. Но есть в этом выпуске редкие экземпляры, которые по ошибке с Аверса были отчеканены штемпелем Аверса от 3 копеек 1926 года. Ошибочное использование трехкопеечной штемпели в 1929 году связано с практически одинаковым размером заготовки и инструментом для 3 и 20 копеек. Эти номиналы по диаметру различаются всего на 0,2 мм. Ценится сегодня подобная разновидность, достоинством 20 копеек с неродным Аверсом среди коллекционеров высоко. Стоимость отштампованной трехкопеечным штемпелем 20 копеечника 1929 в хорошем состоянии на аукционах поднимается до 20 тысяч рублей. А нередко в ходе торгов цена на подобные монеты и превосходит эту цифру. Отличить тиражный 20 копеечник от перепутки можно по вытянутым буквам с СССР. На ошибке они круглые. Поначалу монетный двор оставался сплошь мужским предприятием. Но очень скоро в его цехах стали появляться не только молодые парни, но и девушки, комсомольцы 30-х годов, которые через десятилетия и сами стали родоначальниками рабочих династий ленинградских монетчиков. И последняя монета из нашей погодовки – это 20 копеек 1930 года. Выпускаемые в 1930 году 20 копеек могут попадаться в двух вариантов. Первая тиражная разновидность оценится в 140 рублей. Вторая является перепуткой по Аверсу, как и в предыдущих годах, чекан Аверса с трех копеек. Стоит уже на порядок выше – около 10 тысяч рублей. Но была еще одна, очень редкая и дорогая, которая была выполнена из серебра. В начале 30-х в СССР происходили изменения во всей экономике советской страны. Затронули эти изменения один знак. Разменную монету стали чеканец из мельхиора. Серебро 500-й пробы уходило в прошлое. Поменялось также оформление Аверса с реверсом. На обновленных штампелях появился рабочий ищит с монетным номиналом. Аббревиатура СССР уже в развертанном виде перенесена с оборотной стороны на лицевую. Подавляющая часть тиража 20-копеечного номиналом 1931 года была выпущена в одном дизайне с использованием мельхиоровых заготовок. Но незначительное количество монет в самом начале года было чеканено еще в серебре штемпелями старого типа. Серебро 500-й пробы. Лицевая сторона штемпель 1, буквы с СССР вытянутые, гор трубчатый, достигает более 150 тысяч рублей. Именуются и другие разновидности этого года, но уже от чеканины из мельхиора. И это уже другая история. Надеюсь вам понравилось видео, вы стали различать разновидности. И посмотрите, возможно одна из них находится у вас. Огромное спасибо за просмотр до конца. С вас лайк и репост не забываем. А если ты впервые на моем канале, то подписывайся. До новых встреч. Прошли годы, и многое изменилось в цехах ленинградского монетного. Только приглядитесь внимательнее, ведь и эти кадры стали сегодня уже историей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова